Арапов Дмитрий Сергеевич, начальник отдела транспорта и связи Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорта и связи. Сегодня проходит совместный рейд с участием сотрудников Роспотребнадзора и сотрудников полиции по выявлению линейных работников, которые отказываются выполнять предписание Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима. Также это касается и пассажиров. Штраф на физическое лицо от 1000 до 15 тысяч, на юридические, от 100 до 300 тысяч. То есть оформляет либо Роспотребнадзор, либо полиция, потом материалы передаются в суд. К сожалению, увеличилось число пассажиров, которые не соблюдают масочный режим. Нам хочется обратиться с просьбой соблюдать в общественном транспорте особенно, поскольку число людей ездит большое. И у перевозчиков есть распоряжение внутри пассажироперевозящих предприятий. Также это требование Роспотребнадзора не осуществлять обслуживание пассажиров без масок. То есть вся ответственность ложится на перевозчика. Если будет пассажир, либо перевозчик пойман в момент оказания услуги без маски, то штрафы грозят довольно серьезно. К сожалению, попадаются. Даже в ходе сегодняшнего рейда выявлено два водителя. Неоднократные в городе уже случаи были, что останавливали движение. То есть из-за одного пассажира без маски просто встает автобус, пока пассажир не наденет средства индивидуальной защиты. Опять же, то есть хочется обратиться к пассажирам, что помимо собственного здоровья, также доставляет неудобства всем людям, которые находятся с ними в одном транспортном средстве. Может, есть ли это когда-нибудь, когда-нибудь проверки проводятся еженедельно, не менее трех в неделю. То есть в ходе каждой проверки по 3-5 случаев точно выявляется. И среди пассажиров, и среди линейных работников. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки рейды будут усиливаться, то есть совместные также будут более часто проводиться. Поэтому будем работать в таком режиме. Как предварительно у нас, если это остатки, скажите, что в ходе облегчика, что очень нормально будет звучать? Ну, с пассажироперевозящими предприятиями постоянно работаем этот предмет. И постоянно их листовки о запрете обслуживания, и письменно уведомляем. И по нескольку раз в месяц собираем перевозчиков очно. То есть все все знают, но, к сожалению, попадаются такие вот, в нехорошем смысле слова, принципиальные водители, которые отказываются соблюдать данные требования. Но это все равно должны были узнать, кто-то себя владеет в России или не хочет. Ну, три предприятия штрафуют. Продолжение следует...